Когда-то в этой церкви мы регулярно читаем какие-то письма, там пишут люди, которые что-то пережили, испытали. Я помню такой факт, когда одна девушка написала письмо, я его читал здесь в церкви, кто-то, может, был, помните. Она приезжала с фактом таким очень простым. Ей к 30, она одна. Она начала понимать, она может одной остаться навсегда. Она бы не хотела. Она видит, что многие и фейсом-то хужее, и походка не такая, а при деле уже в браке мамами стали. А она вот такая, раз такая, но ее поезд ушел. И она осталась на рельсах одна. И начала перетаптываться болезненно. Приехала. Ей, как и всем сказали, она слышала прекрасно, надо молиться. Она решила, буду. Конкретно в ее ситуации, каждый поединок, полдевятого, кастер ангелу-хранителю, чтобы Бог вывела вторую половину, она стала молиться. И она написала письмо. Потому что пережила то, что пережила. Забегая вперед, скажу. Она написала письмо, поторопился. Бог ей не дал вторую половину. Нет его. Она написала радостное письмо. А так хочу радоваться. Радоваться чему? Тому, чему свидетельствует она оказалась. Так, из этого письма я все рассказать не буду, только два факта. Первый. Она говорит, поймала, стала молиться, через некоторое время поймала себя. Поймала себя. Слышите, да? Поймала себя на факте, что стала нравиться юбки и платья. Раньше носила, как настоящая современная мужичка, не вылазила с портков в день и ночь. А портошенная была полностью. Образ жизни какой был? Как сейчас звучит, да? Добиваться, получить образование, должность, стать настоящим мужиком, потерять женский облик и стать никому не нужной. Самодостаточной, гордой и никому не нужной. У нее все получилось. Да что она по всей стадии стала никому не нужной. Поняла, что это нужно было и образование, силы и усилия. Для кого? Да для того, кто в фирмах, где она работала, на ней деньги делал. Кто ее эксплуатировал, использовал. Кто мне ноги вытирал, из нее выжимал соки. Им нужна была. А она сама. Никому. Никому. А кому? Брак мужчинам? А зачем мужчине мужичка-то? Ну мы же не в Европе, у нас не все. Гомо, сексуально. У нас есть и нормальных, много еще. Таким зачем? Существо без названия, зачем? Она этого не понимала. Стала молиться, она думала о другом. А не думала, что у тебя нет ничего, тем более стиль одежды. И вдруг поймал себя. Ей стали нравиться женская одежда. От образа мужички она стала отходить. Ее потрясло это. Она не думала, она к этому несла специально. Ничего не делала. Дух Святой, которая молитва, начал действовать. И второе она там пишет. Она там пишет, говорит, с удовольствием покупай блузки, кофточки, юбочки, с удовольствием, колготки, чулки. Для нее это новая, для нее новый опыт. Она не думала об этом никогда. Она даже не представляет, что так будет. Она стала женственнее становиться. То есть она ведь Господь за работу ведет, действует с ней. Меняйте, чтобы она стала настоящей второй половиной. В настоящем браке. Конечно. Она это поняла, догнала сразу. И второе она пишет, говорит, она сейчас с мамой. Мама у нее инвалид, колясочница. И приходится с работы побежать. Но там мама, надо что-то, ну и готовить все на ней. Она говорит, ну как она делала? Ну как все мужики. Яичница. Котлеты из магазина. Пельмени. Из крысиных хвостов. Быстренько сварили. Сбросили. Кинули. А пополевались. Спать дальше. А здесь, говорит, ловлю себя на том, что у меня появилось желание заботиться о маме. В смысле, что не вкусненько изготовить? А я не умею. И что она? Спрашиваешь, мам, мам, научи меня. Как ты вот это делала? Как ты? Мама смотрела такими глазами, что дочкой не заболела. Нет, выздоравливать стала. Еще нет второй половины. Она же письмо написала. Она потрясена. Что с ней происходит? Она в живую почувствовала, как Господь уже действует в ней. Как Дух Святой меняет ее сознание, чувство, образ мысли ее. Вот какой поразительный опыт. Ее заставила писать. А сколько людей не пишет? А переживают так? Конечно, не так. Мы все же по-разному. Мы все же разные. Каждый глубоко индивидуально повторим свое личностное. Но из этого личностного всегда вот такой вывод. Как близко Господь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!